всем здравствуйте с вами нас на связи или и я приветствую вас на своем канале не забываем если вы подписаны на мой канал то нажимаете на колокольчик под видео в правом нижнем углу чтобы получать оповещение моих новых роликов если вы случайно попали и еще не подписаны то я рекомендую на главной страничке моего канала посмотреть ролик для подписчиков он так называется чтобы понять ваш ли этот канал или нет потому что формат работы на моем канале он достаточно специфичный и так мы с вами сегодня рассмотрим расклад который вы уже видели название да нужен ли мне учитель на пути развития или двигаться самостоятельно предложила его а марина чеснокова у нас я не ошибаюсь очень часто и у меня возникал когда-то в юности такой вопрос тоже нужен ли мне учитель где его взять и в комментариях мне иногда пишут где брать учитель вот давайте мы сегодня с вами посмотрим нужно ли вам и либо можно развивается самостоятельно и так у нас вами будет три позиции голубой красный зеленый камешек первая вторая и третья позиции тайм-коды есть в описании к ролику уже заговариваюсь надеюсь время вам было предостаточно додвигаете две позиции и мы я думаю на какой приступаем позиции номер один голубенький камешек думаю на какой колоде давайте вот так и потом посмотрим эпическое таро куда первый вопрос куда я иду на своем пути развития прежде чем понять нужно ли вам учитель давайте разберемся куда же вы все-таки идете на своем пути развития на данный момент но пока вы никуда не идете пока у вас нету ресурсов вы достаточно устали уже заниматься самоанализом поиском и наполнением себя энергии пока не понятно есть такая двоякость я не могу сказать что у вас сейчас остановка но движение однозначно пока я не вижу нужно немножко отдохнуть и нужно немножко переключиться с того на чем вы сфокусированы сфокусировали свою энергию на данный момент и немножко отдохнуть для чего для того чтобы вот именно вот в этом состоянии спокойствия услышать тот зов который вас направит а вот этот вот компас внутри себя но в том состоянии в котором вы сейчас находитесь и вы не сможете это услышать именно поэтому сейчас вы не понимаете сейчас вы направлены не внутрь себя а вовне поскольку есть некая такая усталость и вы как будто бы знаете нищий просящий просящий у других на то есть подсказки подскажи куда мне идти что мне двигаться куда мне двигаться да вы как будто бы просите помощи в данный момент вы находитесь позиции нуждающегося человека которого внутри пока нет у вас связи с самим собой на данном этапе поэтому вы через внешний мир хотите понять куда вам двигаться может быть через какую-то информацию может быть через прочтение книг мы через расклады кто-то смотрит и как-то старается но однозначно вы не опираетесь на свой внутренний стержень да вы как-то больше опираетесь на внешнюю информацию несет нет уверенности нету четко вы знаете и четкой цели почему потому что цели которые вы себе придумаете они идут извне нету вот этой вот внутренней энергии собранности сконцентрированности насыщенности которая вот изнутри бы вас вела на данный момент у вас все ведет из вне поэтому пока вы не можете определиться нет как как-то вот не устаканились еще сегодня хочу это завтра хочу то и пока пока нету движения где вы сейчас находитесь на этом этапе как будто вы знаете начало начало новой главы не случайно вы сейчас никуда не двигаетесь да здесь идет начало написания новые страницы новой главы вы находитесь в моменте наполнение чем быстрее вы наполните синергетически то есть отбросите все лишние мысли идеи прекращайте наполнять себя информацией да вам сейчас это не нужно ваша задача на данный момент восстановить свои силы восстанавливаете вы силы только тогда когда фокус именно на вас на своих собственных ощущениях на проживание каких-то моментах здесь здесь такое чувство когда есть какая-то утрата утрата какой-то ценности да то есть все что касается информации она как будто бы потеряла для вас вкус она потеряла для вас смысл вот чем больше вы ее получаете тем меньше вы ее понимаете и здесь вот такое вот ощущение сейчас у вас что вам нужно залечь на дно и ничего элементарно не делать но это образно да говоря залечь на дно я имею ввиду в контексте развития в контексте самопознания и так далее то есть не надо сейчас совершать никаких действий сейчас нужно просто наполняться энергия расслабляться больше находиться в согласии в гармонии с собой то есть все лишнее убираете там лишние отвлекающие факторы которые цепляют ваше внимание интернет залипания в какие-то сериалы в какие-то фильмы вообще всевозможные залипания то есть туда куда вы растрачиваете свою энергию как только вы перекроете вот эти вот каналы туда куда вы сливаете свою энергию может быть в каких-то людей до что-то стараетесь кому-то что-то доказать объяснить может быть в работу очень много уходит то есть вам нужно перекрыть вот эти каналы утечки вашей энергии для того чтобы наполниться вот когда вы наполнитесь в дальнейшем да тогда вы сможете понять куда вам двигаться нужно поэтому на данном этапе вы находитесь в наполнении да здесь нужно карта умеренности говорит о золотой середине да то есть с наименьшими какими-то сопротивлениями того что сейчас с вами приходят про происходит знаете как этот как поплавок на воде вы куда несет туда и несет туда 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 то есть не разбираясь вам не надо сейчас как-то сопротивляться чему-то тому что с вами происходит вам нужно наоборот наполнится наполнится причем даже не заниматься сама анализом да вот то что я говорю погрузиться в себя а просто проживает вот как зашло два уха до зашло вышло зашло вышло не напрягаться лишний раз по поводу чему-либо все ненужное оно должно отшелушиться она должна сама уйти от вас главное чтобы вы не подпитывали своим собственным вниманием и энергии то что уже не имеет для вас никакого значения то есть допустим если вы садитесь за стол и еда вам не нравится не надо ее есть для зачем себя насильно впихивать то что не приносит вам удовольствие то что не имеет вкуса бывают такие моменты в жизни когда вы кушаете и вы не понимаете вкус то есть вам ну вот как будто бы все искусственное да и идет вот это вот присыщение непонимание не делайте в этот момент вы забрасываете в себя яд вы разрушаете лучше поголодайте несколько дней и вы потом поймете вкус еды то есть вот уйдет какой-то момент присыщения у вас на данном этапе поэтому нигде не находитесь никуда не идете пока поэтому если допустим предположим что у вас появится сейчас учитель на то есть но я не знаю как наставник чем он будет вам полезен именно на этом этапе где вы находитесь он покажет вам ваши цепи вашей привязанности по дьяволу покажет с одной стороны он должен показать вам вкус жизни материальные проживания в моменте а с другой стороны он должен вам показать ваши страхи и обманы ложь по отношению к чему по отношению к тому что вы считаете что вы движетесь по жизни то здесь как будто бы знаете идет какой-то даже не то чтобы самообман а вас как будто бы вводят в какой-то обман что вот вы куда-то двигаетесь я не знаю здесь может быть предположим что вы купили какой-то курс и вам говорят что вот пройдите его и вы получите это вот здесь как как-то чувство знаете внешние какие-то факторы о вашем продвижении до что вы куда-то движетесь но здесь все настолько импульсивно здесь все настолько краткосрочно да как вспышками какими-то происходят вот учитель он вам поможет разобраться разобраться именно вот в этом в дьяволе знаете поможет вам переродиться на самом деле понять во первых свое прошлое каким-то образом до понять свои какие-то ценности что есть ваши что нет такое ощущение что вот он привнесет какой-то новый взгляд до поможет вам вот копнуть глубоко и вытащить то что уже сгнила то что то что уже отжила то что уже давным-давно умерла и поможет вам воскреситься родиться заново как будто бы знаете вот какой-то цыпленок но это яйцо она вот валяется как-то посередине дороги и вот как будто бы учителю он поможет вам свить какое-то в гнездо и положить в такое вот благоприятное место это яйцо да чтобы оно было на своем месте чтобы она в безопасности могло в нужное время да чтобы птенец изнутри разбил эту скорлупу чтобы она не валялась там где ему не место да вот какая-то вот забота до заботы с каким-то вниманием с терпением то есть здесь даже не то чтобы он придает передает вам какие-то знания опыт а он больше как на сетка знаете вот заботиться о вас потому что вам и знание сейчас не нужны и ну то есть когда птенец находится еще в яйце его задача просто дорастать до нужного момента чтобы вылупиться и ты никак не можешь повлиять на этот процесс единственное что извне как-то вот оберегать согревать и больше ничего на и надеяться вот единственное что вот как-то примерно как на сетка вам может быть полезен учитель наставник что он вам даст еще спрошу но во первых он здесь еще и делал был да и колесничий он покажет вам ваше проявление эго где в какой момент вас легко вывести на эмоции для того чтобы сбить вас с толку где у вас еще нету баланса чтобы управлять вот этой двойственностью то есть где-то вас еще легко выбить на манипулировать вами да то есть пока где-то в каких-то моментах вы еще ведетесь нету вот этой вот наполненности ваши внутренние да когда вы можете сказать что вот я изобильно да вот из из достатка из благодарности ко всему я могу что-то сделать в 10 как будто бы вам не хватает у вас сейчас какой-то дефицит и она может вот как раз таки вот это вот оберегание да что обрати внимание как в компьютерных играх где играешь например там вождение до машины и голос иногда выскакивает и говорит будь осторожны да то есть обрати внимание то есть какие-то вот такие вот подсказки вот здесь вот к вам а наставник может это сказать то есть обрати внимание на то что раньше надо это ты бы не обращала внимание то есть как будто бы вот именно вот эти вот оберегания учат ну то есть быть внимательной да вот здесь вы как-то так можете ли вы пройти этот путь самостоятельно идти на этой колоде посмотрю вот вашем случае знаете нужно чтобы вас кто-то оберегал здесь не в знаниях вопрос а здесь на знаете в чем именно в поддержке и в заботе и в любви я знаю что я повторяюсь сейчас но просто разные карты показывают один и тот же момент что вам не нужно наставничество вам нужно чтобы вам кто-то что-то указывал вам надо чтобы вас оберегали вам надо чтобы вас защищали чтобы вы созревали и взрослели как вы знаете маленький ребенок в семье в которой есть очень много любви и он наполняется либо как цветок который поливают оберегают удобряют для того чтобы он рос вот здесь какая-то вам защита нужно на данный момент может быть защита от внешнего мира то есть пока вы внутри созреваете чтобы вас кто-то охраня вам нужна поддержка вам нужно чтобы вот за вас кто-то знаете молился как-то так вам сложно будет вот сейчас на данном этапе самостоятельно здесь даже не учитель наставник нужен а кто-то кто может быть другу какой-то знаете вот хороший может быть единомышленник который будет вас поддерживать может быть кто-то кто будет говорить вам добрые приятные теплые слова вам нужно сейчас чтобы вами восхищались как-то вот самоутвердиться вам не хватает на данный момент чтобы кто-то вас направил это как картинка есть когда на на песке следы до идут два человека то есть один человек и ангел и потом вот эти вот две пары следов остаются как одна парада и как в притче до сказано что а вот в этот момент ангел нес тебя на своих руках то есть оберегал вот здесь вот как-то так на что вам нужно обратить сейчас внимание давайте посмотрим что все сейчас идет по справедливости вы отрабатываете какие-то законы и по справедливости вам сейчас нужно краски по десятке кубков наполнится вам не хватает эмоциональной составляющей не хватает ресурсов понимаете вам не хватает силы для того чтобы вообще сейчас куда-то двигаться что-то делать на любую реализацию своей мечты на любую вообще на любое действие нам нужны силы у нас есть основная база благодаря которой мы встаем с кровати умываемся можем есть и как-то передвигать свое тело но этого не хватает на реализации каких-то своих задумок каких-то свои идеи меч нужна дополнительная сила и вот это вот дополнительную силу вы даже через себя не пропускаете дата чтобы подпитываться чтобы как-то наполняться вы не не получаете дополнительных ресурсов почему потому что вы распыскали все вам восстановиться нужно вот если одним словом сказать да чтобы наполниться и потом дальше куда-то двигаться вам не хватает да вам не хватает гармонии вас нету внутреннего баланса сейчас между тем что вы отдавали и тем что вы получали здесь вот полные полные даже опустошение вам и и и дать ничего сейчас на данный момент и взять вы не способны потому что емкости не хватает но вот как-то так у первой позиции так это был голубенький камешек мы с вами переходим позицию номер два красненькому камешку куда вы идете на своем пути развития давайте посмотрим свечивает здесь вы приняли какое-то решение и такое знаете достаточно но решение решительное но у вас есть внутренний какой-то такой стержень на решительность двигаться вперед двигаться вперед какой-то вот ваша ваша внутренняя искра до пламя что-то внутри вас такое загорелось это может быть какая-то идея это может быть какое-то желание вот вы сейчас прям горите этим и думаете об этом да вы хотите двигаться дальше здесь как будто бы какое-то изучение да что-то вы хотите для себя понять что-то новое хотите узнать абсолютно новое то чем вы раньше не занимались это например ну как изучение иностранных языков да вы знаете один и вы хотите изучить другой да то есть который не схож с вами либо я не знаю понять что-то вот здесь для вас важно очень что-то понять что-то что ранее вам было неизвестно может быть какая-то практика я не знаю кто-то хочет научиться допустим медицировать его зашла здесь какая-то такая достаточно навязчивая идея но она греет ваше сердце и вы хотите хотите вот это вот новое познать сейчас точню что это такое новое на как будто бы колесо фортуны закрутилась на по-новому будто на вас обратили внимание высшие силы и дали вам какую-то идея вот у вас появилась цель и вы хотите ее реализовать причем скорее всего здесь даже не в одиночку а с кем-то новые знания допадает даже верховная жрица да как будто может быть даже кто-то научился а теперь хочет перейти от от теории к практике непосредственно да я хочу теперь пробовать я хочу знаете даже двигаться то есть то что я уже узнал узнала я хочу теперь воплотить это на практике посмотреть а как это будет если есть люди которые вместе со мной единомышленники могут реализовать это то то будет здорово здесь даже не про одиночную игру а здесь скорее всего командная какая-то игра с кем-то да может быть все курсы какие-то прошли познакомились там с людьми и вместе решили попрактиковать что здесь такое вот вы идете как раз ки вот в эти новые знания а где сейчас вы находитесь на этом пути вы сейчас находитесь на этапе перемен на основе той информации которые вы получили сейчас в долгое время здесь знаете как будто бы то ли занимались не своим делом то ли изучали то что вам не нравится где-то хочется сказать образно до заросли и паутиной и вот сейчас я не знаю в чем мы тогда к у кого-то какая-то утрата была потеря чего-то что-то либо вы к вам казалось что у вашим способности как будто бы утрачены были а сейчас такое чувство что то ли вы нашли способ то ли вы нашли какую-то возможность как это можно сниму кольцо раздражает какой-то способ какая-то возможность да что-то либо к вам вернулись какие-то ваши способности да и вот вы прям загорелись либо какая-то идея была ранее и на какой-то период вы были не способны ее реализовать в общем что то что было когда-то давно и стабильно сейчас вот начинает работать старинные часы как будто бы начинает набирать обороты работать вот здесь как-то так чем будет давайте посмотрим чем будет вам полезен учитель на этом этапе да вот если вы себя найдете хотя мне кажется вам здесь учитель не нужен все равно но он поможет вам быть более дисциплинированным он поможет вам выстраивать рамки границы касательно того чтобы да в 10 дисциплина просто поможет вам дисциплине чтобы вы не сливались чтобы вас не было вот этого вот легкого отношения чтобы более серьезно относились к тому чем вы и занимаетесь как-то он будет вас ограничивать напоминать да сделать так как-то требовать да может быть вам нужно будет отписываться о своих проделанных делах каким-то образом будет вас контролировать и тем самым он даст вам некую такую стабильность здесь чувство как будто бы вам то что вы хотите сейчас должно войти у вас в привычку а вы сливаетесь на этом этапе да то есть какое-то время поделаете а потом ну сливаетесь вам не хватает терпение что ли что вам здесь не хватает эти вот то ли веры не хватает в то что вы делаете то ли ну какой-то стабильности вам не хватает точно как-то придерживаться тому решению которое вы выбрали вам быстро скучно становится быстро все приедает и здесь вот как будто бы получается что это человеку как контролер для вас по сути да то есть даже не то чтобы учитель как таковое а чай который будет вас дисциплинировать как наставник что ли что он вам даст будет вас наполнять им это за эмоционально он как будто бы вас будет воодушевлять знаете постоянно придумывать какие-то слова мотивацию да давайте вам мотивацию чтобы вы оставили позади вот эти вот всевозможные анализы когда своего прошлого опыта это когда вы выдыхаете и говорите нет я ну я не хочу как-то вот я устал уже ну то есть не хотите двигаться как-то зависаете что ли периодически вроде бы шли-шли остался один шаг и потом как будто бы бросайте не доводите до конца и вот этот вот человек он страхи да здесь у вас ну надо разрушить он либо он будет помогать вам это разрушает либо здесь знаете вот чисто мотивационная какая-то такая игра который вам будет говорить там двигайся да либо сегодня ну как тренер вот здесь больше как тренер идет до который будет гореть не хитрый да допустим вам нужно на тренировку о я не хочу меня голова болит вот он будет вам говорить что ничего страшного ты приди и мы посмотрим и легкую сделаем такую зарядочку да не будем делать вот только вы пришли он дальше вам выложил все что нужно вот то есть вот он будет вам показывать вот эти вот ваши страхи и до сама мат вы вы не сможете как будто вас соскочить вам не хватает целеустремленности дисциплины бросаете бросаете вот как-то здесь что-то такое можете ли вы пройти этот путь самостоятельно давайте посмотрим на можете знаете здесь такое такое ощущение что если вы будете знать что за вами кто-то наблюдает что на вас как-то ориентируется что ли что за вами присматривает тогда вы можете самостоятельно это против то есть даже знаете не надо никому отчитывать просто дали слово и вы знаете что через какой-то период вам позвонит и спросят о ваших результатах вот это вот сама идея то здесь даже не столько контроль и самостоятельно можете это сделать ну вот идея о том что за мной наблюдают идея о том что я при под присмотром а она помогает причем даже это присмотр может быть не формате живого человека а вообще как будто бы вот вы под присмотром допустим высших сил до либо я не знаю учитесь тонком плана вот здесь что-то такое вы не хотите чтобы на вас давили то есть чтобы вас подгоняли вы хотите чтобы это было комфортно чтобы вам это было в удовольствие чтобы вот вы как будто бы защищаетесь от того чтобы этот человек был не мне кажется вы самостоятельно сможете сможете вам мотивации просто не хватает и дисциплина немножко не хватает того чтобы вы действительно захотели вот когда вы действительно захотите что-то когда вы примете решение вы самостоятельно для себя когда это будет ваше внутреннее желание не внешне а вот оно должно идти изнутри но здесь ощущение того что вот вы как будто бы знаете здесь вам нужно дать слово я не знаю кто во что верит какие силы вот и и потому что если даже вы дадите слово человеку вы можете его не сдержать как-то можете обмануть сами себя его схитрить а вот здесь вот когда вы даете как будто бы слово высшим силам что вот ну то есть я я обещаюсь да то есть даже не то что я бы клянусь а я я обещаю что я это выполню и когда я это сделаю вот я что-то сделаю для тебя ну в зависимости того во что вы верите потому что здесь как-то не то чтобы вас будет вот этот вот страх того что если вы не выполните вас могут наказать даже не потому что вы такой человек который не выполняете а вот немножко внутреннего вот этого страха перед величием перед чем-то большим он не даст вам возможности слиться вот здесь в чем причина так в принципе самостоятельно да вы сможете на что вам нужно обратить внимание сейчас на свое внутреннее состояние находиться вам нужно находиться сейчас просто в балансе для чтобы вас не перекрывали вот эмоции чтобы не было вот качели до туда-сюда нам нужно замечать внутреннюю вашу красоту и находиться чтобы знаете чтобы вас никто и ничего не искушал вот вы приняли какое-то свое решение да вот допустим изучать что-то просто идите в этом направлении не торопите себя получайте удовольствие замечайте наблюдайте за собой именно вот в этом процессе но вы получите все что вы хотите вы получите тех результатов которые хотите главное чтобы вас не бросала в качели просто двигаться шаг за шагом и на своем пути и все какие у нас были с вами двоечки карты так это был красный камешек и мы с вами переходим к позиции номер три и и зелененькому камешку куда вы идете троечки на своем пути развития вы медленно медленно шагаете шаг за шагом даже не всегда понимая куда вам нужно двигаться но вы достаточно такие твердые в своем решении да не то чтобы упертый а вот именно вас присутствует какая-то твердость трудолюбие вы делаете один шаг и осматриваетесь да то есть вы не торопитесь вы четко понимаете что только сделав шаг вперед я пойму какой будет следующий шаг почему потому что вы здесь знаете остерегаетесь своих собственных каких-то желаний а иногда вы становитесь одержимыми ими то есть даже причем вот это вот и одержимость минусе и заключается в том вот вашего развития что вы как будто бы теряете уже контроль и вот эти вот идеи они внутри вас как будто бы живут самостоятельно и они вам указывают что нужно сделать и как нужно делать поэтому сейчас как будто бы знаете какого-то внутреннего внутренней осторожности я не думаю что это страх просто внутренняя осторожность понимания себя того как вы устроены исходя из этого вы просто делаете шаг шаг и потом я смотрю что будет а потом опять шаг потому что если вы ставите себе какую-то цель вы начинаете бежать и в конечном итоге вы забываетесь вообще куда вышли ради чего вы это делали да то есть сам процесс забываете отслеживать рассматривать куда вы идете вы идете в новое вы идете в новое причем идете даже не в одиночку до вам было свойственно в одиночку но здесь вот вы как будто бы можете даже и играть в команде ну то есть не в одиночку можете даже развиваться может через кого-либо развиваться не обязательно с кем-то но через кого-то однозначно здесь не в одиночку вы идете в перемены вы идете к новым целям но пока знаете вот на этом пути вам как-то вы сами себя как будто бы останавливаете сами себя приковывать и цепями так интересно с одной стороны ей желание двигаться с другой стороны вы себя специально как будто бы приковываете в моменте сейчас чтобы не двигаться дальше причем приковываете специально потому что если не приковать себе руки то вы будете двигаться как будто бы осознанно себя сейчас немножко тормозите да вот я говорю здесь возможно из прошлого какой-то опыт есть вот этот вот страх что я побегу мне не нужно это да мне не нужно торопиться мне нужно идти плавно поступательно от чему вы идете идете к крем к императрице вы идиоте к целостности целостности к пониманию себя то есть вы четко осознаете что это путь не быстрый да и его возможно это даже путь всей вашей жизни и поэтому бежать и торопиться здесь никуда не нужно да поэтому вы и наслаждаться идете шаг за шагом к уверенности себя к пониманию к четкому осознанию того кто вы есть у чего вы хотите да как вы это видите у вас есть видение в голове понимаете у вас есть вот это вот идея представление того куда вы хотите кем вы хотите стать даже я скажу никуда вы идете а кем вы хотите стать и вам абсолютно не важно каким путем вы пойдете главное чтобы достичь той цели которые вы себе представляете имеете ввиду образы этот в своей голове и вы с заботой такой некой до заземленностью где-то может быть себя действительно заземляете может быть даже и останавливаете да то есть обычно тройки у меня такие достаточно огненные подвижны а здесь вот я говорю не случайно что вы себя цепями порой привязывайтесь чтобы не бегать чтобы не купить еще один дополнительный курс чтобы там что-то узнавать чтобы не не сходить куда-то в другое место почему потому что потом я чувствую себя опустошенной на вот вы как будто бы себя заземляйте останавливайте и заземляйте это классно на самом деле а вы идете вы к императрице где я сейчас нахожусь на этом пути сейчас вы находитесь в моменте выбора до определяетесь определяетесь каких перемен вы хотели бы своей жизни но уже имея опыт какой-то достаточно такой знаете прошлого когда обожглись на а свое какое-то эго причем знаете даже не совсем эго каких-то вот я бы сказала иллюзиях да когда вот вы себе что-то придумывали да что-то надумывали там вкладывались а причем в голове а она потом не реализовывалась и вот именно поэтому у вас сейчас идет какая-то такая заземленность да более осознанность я уже не летаю где-то там в облаках а хочу допустим там я не знаю я там через пять лет буду там стройная красивая и весит столько-то и буду вот так выглядеть да раньше вы себе придумывали очень много а сейчас возможно вы обожглись где-то каком-то этапе и вы говорите мне поступать на твоя вот в этом месте там сброшу один-два килограмма и все ну то есть я хочу быть строй на каких-то своих идеалов вот сейчас вот только вот вот эти два килограмма выше а потом посмотрим потом значит прошел месяц и вы еще то есть поступать на вы уже потому что вы боитесь может быть даже еще знаете как-то и в отношениях это проигрывает то есть познакомились только с человеком он мне подходит да точно он будет моим партнером и вот начинаете уже быстро-быстро вот этого движения придумываете а потом через какое-то время вам человек не пишет вы разочаровываете здесь ощущение того что вы устали разочаровываться мы устали себе придумывать то и потом это не воплощается в жизнь и поэтому сейчас тех перемен которых вы хотите вы уже как-то знаете осторожно вы боитесь совершить ошибку вы уже думаете да стоите перед даже каким-то выбором куда вложить свою энергию да причем вложить таким образом чтобы я уже действительно в этот раз уже наверняка получил каких-то результатов не то чтобы это слилось потом да я буду огорчать переживать там много вложился толку никакого нет здесь вот как будто бы такой более осознанный момент и даже каких-то ситуациях вы наоборот даже я перебарщиваете в контексте того что ну слишком думаете до слишком тормозить и уже нужно принять решение двигаться да а вывод а давай я еще по отмерю давай я еще отмерю прежде чем отрежь то есть уже какой-то знаете вот опытом прослеживается страха да я уже где-то побаиваюсь вот на этом этапе вы находитесь на данном моменте чем будет вам полезен учитель на этом этапе если вот он у вас появится выпил вообще полезен до чем будет полезен учитель да вы знаете он будет просто охранять как-то ваше сердце чтобы вы не не поранились да он будет вас больше направлять на ваши внутренние будет обозначивать ваше внутреннее состояние ощущение до указывать вам на то что у вас происходит внутри то есть окей ты идешь ты двигаешься ты совершаешь а какие при этом у тебя ощущения то есть знаете вот это он будет помогать вам вашей вот этой вот заземленности заземленность контексте какой-то вот реальности да вы как будто бы спустились с небес на землю и начали жить уже более реальной какой-то жизнью до когда можно все пощупать можно все попробовать а не то что где-то в облаках витаете и вот учитель он вам просто либо наставник не знаю как человек да да он поможет вам как-то сберечь на охранять ваше сердце чтобы лишний раз да как-то может быть указывать чтобы вы лишний раз не не обожглись он будет вам все время напоминать о том где находится ваша сила то есть он знаете он как будто бы как-то это так указатель который знаете вот пальцем тыкает и говорит вот на себя да причем нажимает здесь чувствуешь да здесь чувствуешь вот как будто бы возвращает вас снова ваше тело не тем самым он будет вам помогать с вашей силы чтобы ее не расплескивали чтобы ее внутри вот прямо знаете вот какая-то концентрация он будет вам помогать возвращать вас вот вы как будто бы убегаете забываете да что-то делать а он собирает вас опять собирает чувствую чувствую в теле чувствую да не в голове в теле вот как будто бы вас возвращает да он помогает вам вашей концентрации чтобы вы лишний раз не не перегорели что вы не разлили свою вот эту вот внутреннюю лаву энергия которая есть как-то знаете выстраивать вам рамки останавливать как тормозить где-то в каких-то моментах так что он вам даст давайте здесь посмотрю что он вам даст он поможет вам пойти в новое поможет выстроить по-новому какие-то ваши отношения что-то новое что вы хотите выстроить он вам будет помогать в этом строительстве да он будет направлять вас в это новое причем он будет делать очень бережно он будет делать с добротой он поможет вам в вашем развитии вот здесь вот человек действительно который помогает каким образом я хочу спросить но вот здесь вот шестерка кубков она говорит знаете о какой-то доброте комфорте удобстве то что вам уже знакомо это семьи знаете вот как 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 в детстве да когда как у матери за пазухой вот как-то так хочется сказать знаете очень-очень надежно он будет с вами общаться он будет с вами разговаривать он будет помогать вам выходить из каких-то кризисных моментов которые у вас будут вашей жизни и они у вас были неоднократно он будет помогать вам определяться в вашем на вашем пути до определяться вот именно эти как будто бы напоминает о вашей вот это вот внутренней искре пламени на который как загорается да куда вы идете то есть как будто бы он вам постоянно напоминает куда-то идешь для чего ты идешь вспомни это и он вот вас загорелась снова какими-то своим до ценностью будет вам поднимать вам поднимать вам самооценку помогать вам указывать вам на вашу ценность чувство как будто бы если у вас будет опускаться руки но здесь даже не про то что руки опускается а здесь вы будете проходить какие-то кризисы сложности вы будете проходить безусловно они неизбежны и вы слишком критичны по отношению к себя вы сами себе ранить и вот он будет помогать вам избегать этого можете ли вы самостоятельно пройти этот путь если примите решение то да но здесь вы будете очень эмоционально очень много будете переживать вот если вы примете решение не переживать да если вы сможете контролировать как-то свои эмоции разобраться в своих эмоциях туда почему потому что на этом пути будет скрываться очень много правды которая возможно будет вам неприятно больно будет если вы сможете справиться с этим она как будто бы вот то есть чем вы будете сталкиваться она будет пробуждать ваши внутренние инстинкты понимаете вашего внутреннего зверя и и у вас будет включаться эмоции и здесь может ну вы можете слетать с катушек то есть вы можете не контролировать свои эмоции если с эмоциональным фоном вы разберетесь и у вас будет стабильность в этом плане туда да да то есть здесь ключевое слово чтобы вы находились в некой такой гармонии с самим собой там спокойствие если пока вы находитесь спокойствие вы в правильном пути и все нормально как только вы не контролируете свои эмоции вы начинаете совершать вот в этой суете неправильные действия и вы ошибаетесь и вы ошибаетесь вы не достигаете той цели которые вы хотите на что стоит обратить внимание посмотрю на этой колоде на что вам стоит обратить меня не так интересно по всем позициям в принципе люди могут самостоятельно эти вот это вот подсказка тому что где мой учитель да мы часто говорим все мой учитель на самом деле вы и есть сам себе учитель вам учителя не нужны главное желание на что стоит обратить внимание я сказала про желание и вот выпало сразу два туза до туз жезлов начало огненная импульс и туз мечей принятие решения вот вам нужно обратить внимание как раз таки на те новые начинания которые в вашей жизни сейчас появляются потому что выпало два туза туз мечей выпал даже в другой колоде принять решение до решиться вот вам нужно обратить внимание на свою собственную решительность королева кубков нас опять на повторе идет говорит как раз таки о чувственном вашем аспекте на эмоции вам нужно прекратить стрессовать прекратите нервничать прекратить волноваться прекратить знаете быть настолько сопереживать другим людям да что вот это вот ваше чувство сопереживание она и вам не всегда идет во благо что-то что-то новое у вас рождается вот обратите внимание причем это новое она вводит вас в состоянии дикого страха и остановки нежелания двигаться на вот на это вам нужно обратить внимание вот когда у вас появляется вот это вот чувство мне страшно да я ничего не хочу делать да я как будто бы в оцепенение я я запутан я потерян вот на это обращайте внимание именно туда вам и нужно идти вам нужно уходить именно от вот этой вот позиции что для того чтобы что-то создавать в своей жизни я должен достаточно знать и ну это вас останавливая здесь нужно двигаться дальше понимаете вам сложно двигается вы делаете шаг вперед два назад вроде бы вы идете к некой такой стабильности потом коп сталкиваетесь с какими-то сложностями трудностями остановились да дальше понимаете что у вас есть вот это вот желание внутреннее да я хочу я прислушиваюсь к своей душе я прислушиваюсь к внутренним состоянием и вы сразу начинаете себя накручивать да а вдруг это вдруг то и опять я чувствую в своей голове что я связан по рукам по ногам почему потому что напридумал очень много а потом вроде бы дальше хотите двигаться и ну здесь я вижу два по крайней мере момента который вас будет останавливать вот и пока вы не придете именно своей целостности до самодостаточности когда вы до тех пор пока вы не осознаете свою внутреннюю силу вот здесь вот вам нужно понять что главный урок мне кажется вашей жизни это преодолевание преодоление каких-то внутренних страхов которые вас тормозят почему потому что до вас появляется страх вы начинаете в своей голове прокручиваете возможные сценарии и он вас коп его сковывает здесь нет этот страху включает вас отцепенение да то есть кто-то убегает а либо кто-то наоборот там в бой борется а вы как будто бы в оцепенении я не знаю что делать я теряюсь я не могу найти никаких ресурсов у меня не плачет то есть вы начинаете тормозить и вот в это вот в этот момент вам нужно научиться преодолевать вот этот вот внутренний страх то есть да я сделаю я не знаю каким образом вы это будете делать что вы себе там своей голове скажете как вы сами себя убедите но вот как раз ки преодолев и сделав один шаг помните да видимо прошлый опыт даже то с чего мы начали он был такой достаточно болезненный и вы боитесь но вы делаете уже этот шаг да то с чего мы начали самом начале шаг за шагом вот на страхе обращайте внимание ваша задача их преодолевать да то есть я каждый раз когда вы что-то сделаете прошу прощения каждый раз когда чихаю вспоминаю комментарии да что вы там чихаете что вы там кашляете вообще вы еще это осталось в памяти как комплекс вот так вот товарищи комментаторы создаете комплекс людям каждый раз когда троечки когда вы преодолеваете что-то внутри себя у вас появляется внутреннее уважение к самому себе да я смог я это сделал и у вас появляется новый ресурс на к этому бросает вас как-то на другой уровень что ли вас появляется больше силы и в какой-то момент когда вы привыкните именно вот к этой понимаете это в вашей природе вы достаточно активный и поэтому вам вот это вот преодоление ваших страхов она нужна она вырабатывает вас вот эти вот гормоны которые помогают вам дальнейшем двигаться то есть если вам кажется что вот это вот оцепенение страх вообще зачем она мне нужно это ваша природа именно ваша потому что вам нравится двигаться вперед и вы двигаетесь только тогда когда вы что-то преодолеваете да то есть вас останавливает первый момент какое-то оцепенение но все равно вы силой воли преодолеваете двигайтесь вот вам вот эти эмоции нужны поэтому я сказала что это ваша природа вы специально себе создаете вот эти вот какие-то страхи чтобы их преодолеть чтобы себя больше уважать чтобы себя больше ценить это ваш сценарий вот такой вот расклад у меня был для вас сегодня благодарю марину за идею и если у вас тоже есть идея напоминаю что я не читаю комментарии на главной страничке зайдете в раздел сообщества под последним постом можете оставить любой свой комментарий предложения вопросы и тогда и так далее все что захотеть а я с вами прощаюсь до новой недели пока пока